Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Для жильцов дома на улице Малиновского эта старая шутка уже не такая смешная. Без газа они живут второй месяц. Еще в сентябре, когда начинался капитальный ремонт, выяснилось, что здание повреждено. Аварийным строение не признали. Но вот угрозы возникновения чрезвычайной ситуации побоялись и отключили жильцам газ. Все обзавелись плитками и теперь боятся другой беды. Вот боимся пожара, потому что сети перегружены. Питающий кабель у нас не рассчитан на такую нагрузку. Сейчас, если еще холода начнутся, будут подключать обогреватели. Но это очень опасно. У нас дом старый, перекрытие деревянное. Если, не дай бог, где-то какая-то розетка загорится, это будет молниеносный пожар. Дом сгорит, как свечка. Да и потребление электричества возросло. А вот тариф остался завышенным, как для обладателей газовой плиты. И теперь платежка за свет уже не 500, а 1400 рублей. Сколько ждать возвращения газа, жильцы не знают. Ремонтные работы начались спустя месяц после отключения. Со вчерашнего дня зашла нормальная кампания. Они будут укреплять фундамент, уже начали, и параллельно будут восстанавливать кирпичную кладку. Несмотря на то, что дом на грани ЧАЭС, аварийным его признавать не стали. Все придется исправлять с капитальным ремонтом. Что касается признания дома аварийным. Дом признается аварийным в случае поступления на межведомственную комиссию заключение по обследованию конструктивных элементов жилого дома. Если эти документы на межведомственную комиссию не поступали или не рассматривались, то в соответствии с этим дом аварийным. А вследствие чего и исключенному с программы капитального ремонта не был признан и не был исключен. А пока жильцы выходят по два раза в день в дозор. Осматривают здания, да приглядывают за рабочими, чтобы те поспевали к декабрю. Пальнокольт, Дмитрий Кочетков, Новости Прима.